В Институте психологии и образования Казанского федерального университета состоялся открытый диалог с Марией Ефремовой. Встреча стала продолжением цикла бесед по активной гражданской позиции. Благодаря такому ряду встреч студенты узнают об опыте волонтерства, а также слушают интересные истории от первых лиц. В ходе мероприятия Мария Ефремова вместе со студентами просмотрели ролики и фотографии, которые волонтер сделала за время поездок в зону боевых действий. Получается, я поехала как репортер с волонтерской группой по опасным городу. В 22-м году только-только освобожденные боевые действия еще шли. Батальон Луганской Народной Республики, который тогда не был Российской Федерацией, Луганской Народной Республики, но была Российской Федерацией, и они остро, конечно, нуждались в помощи и поддержке. В мой образ жизни мне обязательно надо кому-то помогать. Там, где трудно, там я. По словам Марии Ефремовой, проводить такого рода встречи необходимо для популяризации волонтерской деятельности. В ходе цикла бесед по активной гражданской позиции, который проводится на базе Института психологии и образования Казанского Федерального Университета, студенты уже третий раз знакомятся с деятельностью людей, которые, не жалея себя и своей жизни, помогают людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Думаю, для студентов нашего Института это очень полезно, потому что многие из нас хотят стать психологами, педагогами, то есть работать в такой помогающей профессии, заниматься благотворительностью, работать с людьми. Поэтому, безусловно, очень важно именно для нас было провести такое мероприятие. Было очень полезно, наверное, узнать вообще о специфике, о днотрянке вот этой вот работы, нюансы какие-то. Вот, было очень полезно. Мария Ефремова – волонтер специальной военной операции и фотограф. За ее плечами более 15 лет волонтерской деятельности. Помимо этого, она устраивает праздники маленьким пациентам онкогематологии ДРКБ, участвует в мероприятиях православной молодежи. Несколько лет была фотографом-добровольцем Казанского танкового училища. Ее путь благотворительной деятельности, можно сказать, нелегок и тернист. Ведь 15 лет назад такое направление, как волонтерство, не было развито. Однако это не напугало Марии Ефремову. С самого начала она понимала, что ее вера в добро и стремление помочь каждому – главное предназначение. Ралина Мизбахова, Тимур Ахметов, Универ Новости.